Здравствуйте, уважаемые друзья! Я бы хотел осветить тему, которая достаточно интересна, и в то же время, может быть, она такая какая-то... Ну, кто верит в нее, кто не верит, что, оказывается, можно поменять, не то что поменять, исправить положение органов. Ведь органы имеют свойство опускаться по разным причинам, смещаться, сдвигаться. Ну и вот. И один из специалистов, к которому я отношусь очень с большим уважением, это Мушаилов Руслан Ирсильевич, который расскажет вам об элементарных вещах, которые нужно знать каждому, кто хоть немножко заботится о своем здоровье. То есть, как сохранить нормально органы, чтобы они не сдвигались, не падали, не смещались. Ну и, в общем-то, чтобы благополучно можно было прожить до глубокой старости. Спасибо вам, Александр Тимофеевич. Меня зовут Мушаилов Руслан. Я висцеральный терапевт, остеопат, преподаватель Центра обучения Агулова. И сегодня я хочу поговорить про такую проблему, как опущение внутренних органов. По научным называется висцераптоз. Эта проблема гораздо больше распространена, чем о ней принято думать или говорить. Почему? Потому что, с одной стороны, это вообще, в принципе, плата за прямохождение человека. Не будет висцераптоза у наших четвероногих друзей, но поскольку мы встали на задние конечности, волей-неволей гравитация будет делать свое дело. Второе, если стоит немножечко упустить тонус мускулатуры брюшного пресса, который потому и называется пресс, что он держит органы и почки на своем месте, то органы будут опускаться. Это раз. Второе, основной причиной висцераптоза являются психосоматические стрессы и рефлекс страха, потому что рефлекс страха всегда выглядит одинаково. Мы закрываем переднюю стеночку живота, мы закрываем грудную клеточку, сгибаясь вперед. При этом диафрагма сокращается, становится неэластичной. В тревожности, в страхе, в стрессе человек рефлекторно дышит не в полную силу, не в полную меру. Его дыхание всегда поверхностное. Диафрагма теряет свою эластичность. Она перестает быть растяжимой вверх, и, соответственно, печень, желудок, лежащий под ними почки, кишечник, не могут занимать свое положение при сгибании туловища, когда человек, например, садится или наклоняется вперед. И происходит просто выдавливание органов вниз. Третье, при поднятии тяжестей мы опираемся руками на грудную клетку, грудная клетка на диафрагму. Диафрагма опирается на всю брюшную полость. И здесь очень важную роль играет тонус передней брюшной стеночки, который должен это давление выдержать. Если человек гиподинамичен, если он в молодости, мужчина это поднимал тяжести, мешки носил, а потом пролежал 10 лет на диване и ездил на машине, и у него просто по законам природы эти мышцы немножечко уменьшились в своей силе, уменьшился их тонус. И потом он берет какую-то тяжесть по старой памяти, у него обязательно происходит что? Опускаются почки ниже, чем это нужно. Они могут выйти за пределы жировой капсулы, в которой они покоятся в норме, и занять нижнее положение. При этом возникает сильная боль, может простреливать спину. И это будет приводить к тому, что опущенные органы останутся на этом прежнем месте и сами самостоятельно подняться уже не могут без специальных манипуляций. Это называется срыв живота или сорванный пупок, как говорили бабки. Следующая причина. Операции внизу живота. Это в основном женщины. Кесарева. У женщин это основная причина того, что они чуть-чуть всегда сгибаются. У них появляется привычка чуть-чуть всегда сгибаться. Раз. Операции на аппендиксе. То же самое. Операции на яичниках, кисты яичников. Различные воспаления в кишечнике, которые сопровождались выделением воспалительных жидкостей. И потом возникают спаечные процессы. Значит, спаечные процессы в животе. Это все будет приводить к тому, что человек не может полностью разогнуться. И вот все эти комплексы... Кстати, не последнюю роль играет смещение первой швейного позвонка, которое происходит в рождении. И часто мы видим подростков или детей около 9-10 лет уже со стянутой грудной клеткой, стянутый торс. У них втянутая чуть вперед грудина, у них плечи, у них сутулость и шея, которая откинута назад. Все время родители говорят не сутулься, не горбись, сиди за столом ровно. Это бесполезно. Они не могут сидеть ровно, потому что они не могут распрямиться вот в этой своей части в грудине. Перекарт не могут расслабить сами себе. Это совершенно невозможно. Таких детишек нужно показывать специалистам, мануальным терапевтам, остеопатам, висцеральным терапевтам, чтобы убирать последствия родовой травмы. И вот этот, скажем так, айсберг, подводная часть айсберга, я думаю, не ошибусь, если она затрагивает 80% населения. Чем дальше в своей практике, я уже больше 10 лет практикую в этих дисциплинах, я все больше и больше вынужден уделять внимание именно сначала поднять органы живота. Каким симптомам это приводит? Ну, во-первых, почки просто начинают давить на нервы, которые идут в тазобедренный сустав, в коленный сустав. И вот человек может испытывать боли в тазобедренном суставе, хотя сустав будет здоров. Просто почка давит, это боль проводниковая, почка давит на этот нерв. Или боль начинают испытывать в коленном суставе. Из-за этого начинает неправильно работать вся мускулатура биомеханика ноги. У человека из-за этого могут травмироваться голеностопные суставы. Человек идет, говорит, у меня колено болит. Ему говорят, на рентгене все хорошо, на УЗИ все хорошо, колено здорово. Почему болит? Ну, может быть, там артрит какой-то. И начинают лечить ему как артрит. Или его называют, потому что он болезни придумывает. Очень мало, к сожалению, людей знает о таких простых причинах боли в ногах. Дальше. У человека начинается при висцараптозе естественно поясничные боли. Потому что идет раздражение фасций, идет раздражение чревных сплетений невральных. У человека начинает образовываться горбик в грудном отделе. Соответственно, образуются грыжи позвонковые, грудного, поясничного отдела. Также шея уходит вперед, голова откидывается назад, и могут возникать боли в шее и головные боли. Можно очень долго перечислять, к чему приводит висцараптоз. И у нас есть однодневный тренинг-семинар, где мы проводим для специалистов и пациентов. Потому что упражнения, которые нужно делать, их очень быстро не объяснишь. И мы с 10 до 6 как раз показываем, расслабить диафрагму, как сделать упражнение, вернуть тонус мускулатуры живота. У нас есть пресс продольный, эти знаменитые кубики, которые совершенно не помогают держать живот. Они нужны нам для выдоха, сильного выдоха. Нас интересует пресс поперечный. это два слоя поперечных мышц и один слой косых и один слой поперечных мышц, которые нужно восстановить тонус этой мускулатуры. И упражнение достаточно специфическое. Люди при этом оказывается совершенно неправильно дышат. И мы просто стоя перед зеркалом показываем человеку, что он дышит не туда. Если выдох должен направлять вверх, чтобы этот выдох помогал поднимать внутренние органы. И нужно эти мышцы просто качать как в спорте, чтобы вернуть им тонус, научить человека дышать. И все это мы делаем и показываем. И люди благодарны. Какие вопросы удается решить? Кстати, бесплодие, женские бесплодия, это наиболее часто, что решается очень простым этим, поднятием внутренних органов. Я уже привык к тому, что женщины говорят, я к вам пришла лечить бесплодие. Я говорю, почему? Потому что там очень многие мне посоветовали после этих манипуляций беременные уже по одному, по второму ребенку уже воспитывают. Очень просто решается. У Александра Тимофеевича была история, когда даже люди пожилые достаточно, которые уже давно климакс пережили, на висцеральных манипуляциях совершенно неожиданно забеременели. И такие казусы бывают. Поэтому бесплодие это не приговор, и не надо бежать, спешить делать какие-то эко. Можно просто себе поднять внутренние органы, расслабить диафрагму, чтобы... Почему? Потому что все это лежит на матке, все это лежит на яичниках. Даже если вдруг и происходит беременность, то матка начинает расти, испытывает сопротивление выше лежащих органов, и происходят сбросы. На двадцатом дне, на пятнадцатом дне, даже женщина не успела понять, что у нее была беременность, и происходят сбросы. Даже если вдруг второй, третий месяц, не дай бог, не дай бог, когда уже будущие родители уже готовятся к рождению ребенка, уже мечтают мальчика или девочка. Какие-то спаечные процессы в животе, спаечные процессы на трубах могут привести к тому, что матка не сможет больше увеличиваться в размере, это будет вызывать какие-то болевые очень сильные ощущения, и происходит прерывание. Вот этого бы очень не хотелось. Еще раз повторяю, это не очень сложно лечиться, это просто нужно знать и заниматься культурой. Подтянутый животик это не только здоровье, это еще, как говорится, признак культуры его владельца. Во-первых. Во-вторых, самому легче, меньше нагрузка на ноги, на поясницу, на спину. Дышать, ходить и выглядеть красиво мы все хотим, а для этого нужно поработать, постараться в этом направлении. При этом тревожном синдроме, о котором я говорил, при сокращении диафрагмы и перикарда, у человека вообще бывает такое состояние невротическое. То есть, он чего-то боится, а чего не знает. Это неосознанные тревожные страхи. Причину этого он, конечно, давно постарался забыть, и она, так называемое, пережила вытеснение причины. Она вытеснена. Здесь нужно немножечко знать, как поговорить с человеком, как ее найти, как выяснить. Для этого тоже есть определенные методики, которым я обучаю специалистов на наших семинарах. Одно из упражнений для решения этих проблем с опущением живота называется вакуум. Его знают все, кто занимается йогой. Название есть такое у Диана Банха. Можно найти видео, можно найти в интернете инструкции, как его правильно проводить. Оно заключается в том, что сокращаются поперечные мышцы, происходит втягивание живота и удержание этого состояния на время достаточно долго. Сразу скажу, что если его делать, избегая боли по низу живота, то оно не работает. К сожалению, многие эти вещи сопровождаются болезнями, ощущениями, но можно регулировать, чтобы это сильно не беспокоило. Но мы отвоевываем у боли жизненное пространство. Вот как это все и выглядит. Все то же самое, о чем говорят нам такие вот мэтры, как Дикуль. Он был спинальником, инвалидом, но он давил туда, где больнее, на тренажере, и отвоевалось у боли жизненное пространство. Сегодня мы знаем, чего он добился. Так же и у нас. Многие висцеральные манипуляции бывают болезненные. И надо быть к этому готовым. Доктор не имеет цели причинить вам боль, не имеет цели показать вам, где у вас плохо. Это просто нужно потихонечку отвоевывать окопы у противника. Мы избегаем боли и таким образом погружаемся в болезни. Мы немножечко болезненными манипуляциями о твоем жизненное пространство и становимся здоровее. к сожалению так. Если мы начнем вдруг заниматься спортом, физкультурой, это тоже будет вызывать какие-то дискомфортные возможности состояния поначалу. Там где-то что-то заболит, где-то что-то начнет хрустеть. Но со временем это дает хорошие результаты. Мы переходим к ответам на вопросы, которые нам задают в комментариях под видео. Как быть с опущением почки? Сместилась правый бок, ближе к пупку. Я делаю теперь зарядку для поднятия. Могу ли я делать массаж живота? С опущением почек очень просто. Ее почку нужно поднимать. Мы учим поднимать ее руками, то есть находить ее нижний полюс, совершать манипуляции поднятия почки. Это раз. Мы учим закачивать те мышцы передней стенки живота, которые должны эту почку удерживать на месте. Это два. И нужно понимать, что занимает свое место постепенно. На это может уйти от месяца до двух при неосложненных случаях. Что может препятствовать поднятию почки? Нерасслабленная диафрагма. Если не убрали верхние препятствия для поднятия почки, это будет неэффективно. То есть мы должны убрать верхние препятствия, поднять потолок, грубо говоря, потом поднимаем висцеру, органы живота, кишечник и почки. Потом убираем нижние препятствия. Если есть нижние препятствия в виде операционных швов, что я могу предположить, что у женщины может быть эта почка опустилась после какой-то операции или спаечных процессов, это тоже нужно устранять. Если это не устранить, не будет успеха. Еще раз подвожу. Убираем верхние и нижние препятствия, а потом почка манипулируется достаточно легко и закрепляется на новом месте. Вероятности навредить себе достаточно посмотреть видео, которого много о наших семинарах, а лучше всего прийти хотя бы на однодневный тренинг самопомощи, который мы регулярно проводим, где мы покажем, где можно давить безопасно, спокойно и обдавливая себе живот, навредить себе практически невозможно. У меня большое опущение матки. Чем можно помочь? Матка сама не опускается. Значит, если есть опущение матки, то есть опущение и почек, и кишечника. Чем помочь? Нужно разобраться с причиной, с чего началось опущение. У нас тело пытается дать пространство для матки, и оно опускает вниз. Нужно сначала поднять все, что выше. Потом делать упражнение для поднятия органов живота на передней брюшной стеночке и вернуть тонус тазовой диафрагме. Обязательно. И на этих упражнениях матка занимает свое нормальное место и никаких проблем. Помогают ли занятия йогой при опущении почки? Да, занятия йогой при опущении почки точно помогают, но нужно знать, что очень зависит от инструктора йоги. Он должен быть достаточно квалифицирован, он должен разбираться в особенностях. Почему? Потому что причиной опущения может быть психосоматическая причина, а всего на занятиях йоги не охватишь. Человек может быть в каком-то глубоком стрессе. Решит ли он этот свой вопрос за период занятий йоги или не решит, это тоже непонятно. У человека могут быть спайки низу живота, которые нужно манипулировать специальным образом. И этот инструктор может этого тоже не знать. Но в целом мне нравится, когда приходят ко мне на прием йоги. Почему? Потому что у них выздоровление наступает просто под руками. И одного сеанса бывает достаточно, чтобы мы получили удивительные результаты. Тело просто ждет, чтобы его подтолкнули. И это очень, скажем так, быстро вылечивающаяся категория людей. Как определить у себя опущение органов? Опущение органов у себя определить очень просто. Если у нас выше пупка ямка, а ниже пупка горбик, значит у нас опущение внутренних органов. Если у нас здесь на месте диафрагмы есть сдавленность, реберные крылышки немножечко заметные, если есть погруженная грудина, если есть сутулость на спине, плечи, плечевые суставы, которые приведены вперед, выдавлены, если голова втянута в плечи, поясничные боли, боли в коленах, голеностопных тазобедренных суставах, это все отсюда же, то скорее всего у вас опущение внутренних органов. Благодарю вас. Пишите комментарии, ставьте лайки. На все комментарии будем отвечать в дальнейших видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok